Все ближе главный праздник для жителей всей нашей страны. Сегодня в преддверии 9 мая в Центральной библиотеке имени Агашиной состоялась праздничная программа «Майский салют». Ее гостями стали дети Сталинграда, те, кто смог выжить во время битвы на Волге в руинах одного из самых красивых городов Советского Союза. Инна Емельянова пообщалась с теми, еще детство выпало на страшные 40-е годы. В зале Центральной библиотеки имени Агашиной звучат звонкие детские голоса. Учащиеся детской музыкальной школы номер 14 поют со всей душой и отдачей. Для них этот концерт особенно важен, ведь перед ними дети военного Сталинграда, живые свидетели тех страшных событий, хранители истории нашей страны. Счастливое беззаботное детство Светланы Матвеевой длилось совсем недолго. Ей было всего два годика, когда началась война. Лишение, голод – все это она испытала на себе. Помнят взрывы, стрельбу, бомбоубежище, маму, которая ежеминутно спасала их от смерти. Отец воевал. После войны Светлана Матвеева нашла в себе силы жить и вселять в людей надежду на светлое будущее. Для нее 9 мая – день особенный, день радости и скорби. Конечно, жалко отцов, которые погибли на этой войне. В душе слезы охочется петь о войне и о победе. Трудно было и холод, и голод. Но мы все равно живем и будем жить. У меня двое детей, одна внучка и два правнучка. И буду я до конца своих дней, сколько мне положено, помогать детям, вот таким ребятам, которые пришли к нам и поздравили. Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал Родину, кто не жалея сил работал в тылу. Память о них живет в наших сердцах. А дети войны – поколение особенное. Война осталась в воспоминаниях этих людей. Они взрослели, неся на своих хрупких плечах и горечь поражений, и радость побед. Нет, я не помню ту войну. Она во мне сидит с занозой. Глухое ухо и следы на легких от туберкулеза. Но точно знаю, почему я так люблю вас, ветераны. Вы нас спасали в ту войну, забыв свои страдания, раны. Народ земли, прошу, не смей войну плодить. Она отрава. Нет ничего для нас важней, чем жизнь, подаренная мамой. Это мое стихотворение. Праздничная программа «Майский салют» в преддверии 9 мая стала прекрасным подарком для детей военного Сталинграда. На мероприятии выступили учащиеся детской музыкальной школы номер 14, а также народный самодеятельный вокальный ансамбль «Карусель» – комплексы культуры и отдыха советского района города Волгограда. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это ветеранов, детей войны и тружеников тыла. Те рассказывают молодежи о том, как их детство опалила война. Всегда существует преемственность поколений. То есть мы берем маленьких детей сегодняшних, мальчишек и девчонок, и ветеранов. Вот это единение – это огромная сила, и вот через это идет воспитание. Воспитание маленьких детей. Дети – это начало новой жизни, это надежда на счастье и радость. А война – это смерть, разруха, уничтожение живого. Эти слова несовместимы и никогда не должны стоять рядом друг с другом. Об этом неустанно говорят дети военного Сталинграда. Инна Емельянова, Виталий Грищенко. Время новостей.